Добрый день, дорогие друзья! С вами снова на связи Горохова Ирина Алексеевна, логопед, дефектолог, педагог дошкольного образования, руководитель проекта «Практикующий логопед». Сегодня у нас с вами вторая часть. Мы на ней будем разбирать, какие же нарушения произношения звуков Л и Л есть. И сегодня мы с ними ознакомимся более подробно. Итак, какие же у нас бывают виды? Мы называем неумение произнести верную звуков Л и Л термином вдацизм. Это означает, что звук не только произносится неправильно, но и пропускается. Это может быть врожденным нарушением речи и просто неправильным произношением. Какие же виды бывают лабдацизма? Губно-губной. Образуется звук, напоминающий У. В произношении не принимают участие кончик языка, а только работают губы. У. Ну, например, УАК вместо ЛАК. Нижняя губа приближается к верхним резцам, язык, конечно же, не участвует в произношении. Ну, например, ВАПАТА вместо ЛАПАТА. Третье. Полусмягченное произношение Л за счет приподнятой спинки языка, когда твердый звук произносится со смягчением. Например, лук вместо люк. Межзубный лобноцизм. Кончик языка высовывается между зубами. Зубы является дефектом только в том случае, если звук звучит искаженно. При норме и при межзубном лобноцизме звук Л звучит одинаково, но при межзубном кончик языка очень некрасиво виден, поэтому убирать его нужно обязательно за верхние зубы. Не требуется коррекция при нижней артикуляции и при отсутствии искаженного звука, но не звук Л. У нас это только касается шипящих. Дальше встречается у нас боковое одностороннее произнесение Л, когда воздух проходит только с одной стороны языка, и получается искаженное произношение. Носовой Л в виде заднеязычного носового звука Н произношение резко отличается от правильного и по артикуляции, и на слух. Язык приподнимается к заднему небу, и воздушная струя частично или полностью уходит через нос, как при звуке Н. И для того, чтобы проверить, уходит ли звук в нос, мы подносим палец и просим произнести звук ребенка не однократно, а многократно, чтобы понять, куда уходит звук. Также можно слегка зажать носик и попросить ребенка опять же произнести, чтобы понять, куда уходит звук. Слышатся два нечетких звука, такие НГ, и речь ребенка будет звучать приблизительно так. Паралабдацизм, если звуки Л и Л заменяются другими звуками, то такое нарушение называется паралабдацизмом. Замены звуков говорят о проблемах фономатического слуха. Звук Л чаще всего заменяется на У, Д, Н, В, И, З и краткое Р. Сейчас будем разбираться. Замена звука Л звуком И. При этом в виде неправильного произношения задняя спинка языка поднята, а кончик опущен. Дети не замечают, что заменяет звук, а взрослые нередко считают, что звук Л пропускается просто. Ребенок говорит, мышка весело жила, на пуху в углу спала. Давайте уже на этой скороговорке с вами будем отрабатывать и разбирать все наши нарушения. Замена звука Л звуком Г. В этом случае кончик языка не поднимается к верхним резцам, а опускается и оттягивается от нижних резцов. Задняя часть спинки языка у нас поднимается и упирается в мягкое небо, вместо того, чтобы только приподняться. Речь ребенка звучит так приблизительно. Мышка весе го-жи-га, на пуху в углу спа-га. Следующая. Замена звука Л звуком Е. При этом нарушение кончика языка остается внизу. Вместо того, чтобы приподняться за верхние резцы, а средняя часть спинки выгибается вверх дугой, вместо того, чтобы опускаться. Ребенок говорит приблизительно так. Мышка весе е-жи-я, на пуху в углу спа-я. Замена звука Л звуком У. При нарушении активной участия в образовании звука принимают участие губы, а не язык. Взрослые часто затрудняются сказать, как ребенок произносит звук Л, потому что, вытягивая звуки вперед, как при звуке У, он быстро переходит к следующему звуку в слове, и слушающий не успевает заметить, как произносится звук. Но только не пытливый слух логопеда. Логопед всегда заметит, на какой звук заменяется. Но если предложить ребенку протянуть звук Л, будет легче заметить движение его губ. Если придержать пальцами ребенка его губы в уголках рта, чтобы они были неподбижны, можно легче убедиться в том, что он совсем не может произнести звук Л. При этом, при этой замене, речь ребенка звучит приблизительно так. Мышка весе е-жи-ла, на пуху в углу спа-ла. Этот недостаток, если его не исправлять, остается чаще всего на всю жизнь. Он поддается сложной коррекции, но терпение и труд все перетрут. Замена звука Л на звук В. При такой замене язык не принимает участие в артикуляции, нижняя губа двигается к верхним резцам. Дети и взрослые чаще считают, что это недостаток речи, а не то, что недостаток речи, а это всего лишь нечеткость. Пример произношения ребенка. Мышка весе ва-жи-ва, на вуглу пуху в па-ва. У некоторых детей дезоатрии его получается исправить и автоматизировать, данный вид нарушения, только к 6 годам. То есть бывают случаи, когда звук Л я оставляю на самый-самый конец. При этом звук Р я уже ввела в речь, а вот звук Л у нас остается напоследочек. Я надеюсь, что сегодня у нас с вами прошла еще одна встреча по звуку Л. Она была продуктивна, и я очень надеюсь, что все у нас с вами получится в дальнейшем. Желаю вам успехов! Субтитры создавал DimaTorzok